Приветствую вас на YouTube канале Процветок. С вами опытный агроном Ломонос Петр. Сегодня мы поговорим о хрущах. Почему эта проблема? Потому что хрущи повреждают не только декоративные, овощные культуры, но они могут повредить даже молодые саженцы. Они обрезают корни и молодые растения могут даже погибнуть. Первые признаки, если вас увядают ни с того ни с чего растения, несмотря на обильный полив, на спорте кто-то живет. И чаще всего это личинка хруща. Они съедают луковицы, они съедают корнеплоды, они могут съедать даже и картофель и частично или полностью уменьшают наш урожай. Как избавиться от этого вредителя? Все вы представляете эту личинку майского жука. Жуки красивые летают в конце мая, а потом откладывают яйца в конце мая в почву и отрождаются личинки. Черная голова, толстое белое туловище, очень заметный жук, который мы иногда достаем с почвы, но замечу, что они очень проворные. Вот мне приходилось в своей практике, просто-напросто положил на дорожку, через две минуты, даже может и быстрее, жуки исчезли с дорожки. Они все опять залились в почву. Так вот, как избавиться от этой напасти на своем участке, не используя сильнодействующие средства, то есть химического способа действия? Значит, мы будем избавляться очень просто. Мы будем по биологии этого растения, по биологии этого вредителя. Замечено, что, значит, если вокруг плодовых деревьев на ночь положить какую-то мешковину, положить, значит, какую-то пленку, жуки не откладывают яйца. Ну, значит, они стараются в синистые места, но если есть преграда, они яйца не откладывают. Это раз. Второе, они стараются откладывать яйца там, где есть заросли растений. Будь то сорняки, будь то какие-то другие растения. Чем мощнее растения, тем там лучше заселяются майские жуки, тем они там в чашу ставят яйца и там в чашу водятся хрущи. Наш следующий способ – содержим участок в чистоте. Сделали эти способы, значит, яиц будет намного меньше на вашем участке, соответственно, личинок почвы будет намного меньше. Не забываем, что первый год, значит, личинка растет, и второй год она растет. Второй год там увеличится в размерах и тоже растет. Почему они питаются корнями растений, почему они питаются луковицами, так они пополняют не только запас пищи, но и пополняют запас воды. Потому что пить же они не могут, а за что-то этих сочных растений, которые съедают, они напиваются, насыщаются влагой. Следующий способ для того, чтобы избавиться от хрущей на участке – такая биология, что с наступлением холодов жуки опускаются вниз. Но эту работу мы можем доставить жуков проделать и раньше. Для этого, если на вашем участке много хрущей, убрали урожай картофеля и, значит, можем прокопать канавки. Ну, не надо копать канавку через метр, эту через 2-3 метра. Копаем канавочки примерно по метру длиной и в эти канавки мы заливаем раствор нашатырного спирта. 40 миллилитров на 10 литров воды. Пролили, питалось и засыпали. Значит, запах аммиака. Ну, канавки сделаем, конечно, не вертикально, как по линеечке, а вот как в шахматном парадке. Там канавка, там канавка, там, там. Сделали в шахматном парадке канавочки, залили раствором аммиака. Они боятся раствора аммиака и они резко начинают или уползать с участка хрущей, или опускаться на такую глубину, что они уже потом будут бояться подниматься на поверхность. Вот эти способы, такие вроде простые и доступные, помогут вам гарантированно избавиться от хрущей на вашем участке. Потому что другие способы, как то рыхление, как то приманки, они всегда действуют эффективно. А вот такой способ не дать жукам отложить яйца на поверхность почвы и второй способ почвы насытия раствором аммиака помогут тому, что хрущей уйдут с участка. Значит, бояться не стоит, потому что концентрация 40 миллилитров на 10 литров воды, это небольшая и она не сильно вредит нашей почве. Провышать концентрации нет смысла наше дно спирта, потому что при большей концентрации аммиак убивает и полезных микроорганизмов, он убивает дождевых червей и всех обитателей почвы, которые так или иначе помогают нам создавать свое плодородие. Так что возьмите эти способы себе на вооружение и забудьте о том, что есть личинка майского жука, который называется хрущ. Хороших вам урожая! Смотрите наш YouTube канал. До свидания!